добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня я хочу вам показать вот такую прелесть это моя любимая леополина виардо наконец-то мы зацвели эта розеточка с первым цветением давайте посчитаем сколько у нее цветов 1 2 3 4 5 6 представляете леополина виардо в первом цветении выдала целых 6 цветоносов это рекорд у меня этот сорт в коллекции уже давно максимум что она цвела это 5 цветочков в третьем цветении это чтобы добиться эти 5 цветочков мне еще пришлось поплясать вокруг розеточки я ее подкармливала монофосфатом калия по листу обрабатывала и только тогда она вот расщедрил расщедрилась у меня на 5 цветоносов это было в том году и к сожалению та розеточка моя старая да скажем так она не пережила прошлое жаркое лето у меня был укорененный листик вот и я вырастила этот сорт снова снова и вот я же говорю первое цветение 6 цветоносов что я делала да собственно говоря особо ничего такого я не делала значит детка у меня долго росла возле материнского листика я ее отделила когда она уже было таких довольно крупных размеров потом она у меня росла в 100 граммовом стаканчике тоже я не знаю месяца три наверно ну долго дольше чем другие сорта и со 100 граммового стаканчика я потом эту детку это было где-то зимой точно не помню я дату не ставила ну зимой может в декабре я в общем-то эту детку пересадила вот в горшочек шестерочка и вот в этой шестерочки она у меня первый раз заложила бутоны это фиалочка было три бутончика было я эти бутоны в зачатках удалила поснимала то есть я не дала даже им подняться вот и как только в пазухах листочка увидела эти бутоны и я сразу их удалила и все где-то два раза я подкормку делала монофосфатом калия но правда не по листу проливала проливала и в общем то вот мы цветем результат да вот такой блестящий лист листовой массы здесь сколько рядов у меня внутри раз два три ряда листьев здесь было четыре ряда листьев но один нижний ряд я снимала три листика укореняла вот так вот вот для такой листовой массы целых шесть цветоносов это вообще нечто есть у меня вторая розеточка тоже с первым цветением в общем то вот розеточка тоже с первым цветением но это можно сказать сестрички посмотрите здесь лист не такие листи не такие блестящие да здесь и цветы они хоть и крупные но они вот не махровые такие какой-то и розеточки и даже по цвету отличается вот здесь вот более такие яркие краски а здесь вот потускнее цветы ну сразу видно отличие да вот это пиалочка смотрится намного красивее чем вот это в чем разница ну собственно говоря точно я не знаю в чем разница я так предполагаю что вот эту детку я пересадила в горшочек сразу побольше это где-то 7 и 5 кофейная чашка вот и у этой розетки я не не снимала первые бутоны то есть я и разрешила вот расти цвести как она хочет в результате у нас листовая масса как бы одинаковая да но здесь у нас только у меня вернее только три цветочка а здесь целых шесть вот так вот в общем то я так думаю что несмотря на то что ли полина виардо это крупный стандарт но все таки вот нужно как-то вот эти промежуточные пересадки соблюдать вот вот сейчас вот она цветет вот эта розетка и наверное я ее пересажу восьмерку методом перевалки вот сделаю перед перевал очку в горшочек восьмерочка и вообще вот по поводу удаления да вот первых цветочков раньше я первые цветы удаляла ну то есть я разрешала фиалки цвести а потом только снимала эти цветы сейчас я поняла что вот уже в таком состоянии цветы уже снимать ну это уже не к чему пусть уже фиалочка цветет если уж готовить фиалку к цветению и заморачиваться то тогда нужно удалять цветы в зачатках то есть только бутоны увидели и сразу удалили на дальнейшее цветение это нисколечко не влияет если фиалка решила цвести она будет цвести и вот ли владимир я снимала здесь уже бутоны в зачатках и вот снова здесь есть бутончики и я бы даже сказала что эти бутончики появляются в тех же пазухах листочков вот я кстати хотела снять такое вот видео в ближайшее время в котором мы вместе с вами с трех сортов поснимаем бутоны в зачатках и будем потом наблюдать за какой срок они снова будут готовы цвести это будет видео не просто что я сниму видео и удалю эти бутоны зачищу да и как бы все я сделаю это видео с продолжением то есть сначала по удаляю и поснимаю бутоны а потом через какое время снова сниму видео смонтирую склею его и выпущу в эфир в общем то такие у меня планы чтобы вам не просто рассказать до сказки венского леса чтобы вы сами видели вот и в последующем если я зададитесь такой вот целью приготовить подготовить фиалку к цветению папа по умному по правильному до чтобы вы не боялись вот так вот в общем то ли полина виардо люблю обожаю остается в коллекции вот ну я думаю еще надолго пишите комментарии ставьте лайки кому было интересно со мной на этом всем всего доброго до свидания